Приветствую вас. Для начала давайте определимся, что муж это не домашнее животное, которое убежало и которое нужно вернуть. То есть если ваш муж ушел, значит на это были причины. Значит ему что-то не нравилось, значит его что-то не устраивало, значит его как-то напрягало ваше совместное проживание, ваш совместный быт и так далее. И в первую очередь нужно понять, почему мужчина ушел, что ему не нравилось и понять, можете ли вы сделать что-то для того, чтобы у него не было оснований уходить. Это первое. Второе. Если мужчина ушел, а вы хотите его вернуть, то как минимум, на мой взгляд, как минимум, вы не уважаете его выбор. Как человек, ну то есть он ушел, да это неприятно, больно, но он ушел, это его выбор, он хотел уйти. Почему вы не уважаете его выбор, а не уважаете вы его выбор, потому что вам чего-то хочется. То есть вам от мужа что-то нужно, вам от мужчины необходимо что-то для себя. И вот здесь кратко нужно постараться определить, что именно нужно вам от мужчины, что вы нуждаете. Для чего хотите его вернуть, с какой целью хотите его вернуть, чтобы что сделать. А теперь зададимся вопросам. Вопросам зададимся. Значит, если вы не уважаете выбор своего мужчины, да, если вы хотите его вернуть, как будто он, как я уже сказал, что питомец, то так ли ценностно вы к нему относитесь. А если, если вы относитесь к нему не так, не столь ценностно, если вы, ну грубо говоря, не можете, да, относитесь к нему ценностно, что скорее всего, вы и сами к себе относитесь так же. То есть насколько вы к мужу относитесь, вот обесценивающе, вероятно настолько вы обесценивающе относитесь и к себе. А если так, то в первую очередь нужно относиться более ценностно именно к себе уже. И только потом вступать в отношения с ним только после этого, только после того, как вы научитесь более ценностно относиться к себе. Чтобы более ценностно относиться к себе, нужно увидеть препятствия, стоящие на пути к этому. Препятствия, стоящие на пути к этому касаются всего, что, ну, всего, что является необходимым, по вашему мнению, для вашего счастья. Касаемо других людей. То есть, если для того, чтобы чувствовать себя хорошо, вам нужен мужчина, именно для вот, ну, для своего самочувствия нужен мужчина, вам, то простите, тут необходима личностная работа. Работа над личностным ростом, потому что это не совсем нормально, что вы нуждаетесь в мужчине для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Хорошо. Следует подумать, следует подумать, что можете сделать именно вы для того, чтобы чувствовать себя комфортно, самостоятельно. Чтобы не зависеть от других людей, ну, в том числе и от своего мужчина. Я думаю, именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что он был, надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.